Приветствую вас. Вообще говоря, подобный вопрос. Вопрос поведения, он должен обсуждаться изначально. Какого поведения мужчина от вас ждет? Что вы сами хотите от своего мужчины? То есть это вот такие моменты, которые обязательно должны быть разобраны, обязательно должны быть четко выражаемы и так далее. С другой стороны, вы спрашивали, как девочки-крестьянки вести себя с парнем мусульманином? Как вести себя, чтобы что? Вот это, пожалуй, самый важный вопрос, который вам хочется задать. Знаете, все упирается в цели, знаете, все упирается в цели, все упирается в то, что вы хотите. Условно говоря, если вы хотите смешение отношений, да, то, ну, наверное, стоит выражать свои желания получше. По-активнее. Чтобы, по крайней мере, увидеть, что вообще происходит, да, и... Как вам относится? Потому что если этого не делать, то ваша неудовлетворенность, она будет расти, она будет сильнее, она будет активнее влиять на вашу жизнь, на ваше поведение, и по итогу могут начаться ссоры, конфликты какие-то. Ну, вот, скандалы, там, и так далее. Вот, я уверен, что вы всего этого не хотите. Дальше. Мы общаемся два месяца, наедине общались пару раз, сейчас о присутствии общих друзей. Со мной они чаще молчат, можно писать, не звонить в неделю. Ну, смотрите, опять же, вот вы говорите, да, общаемся, мы с ним пару месяцев, а по поводу чего общаться, собственно говоря? То есть, цель общения на вас какая? Вообще, цель общения на какая? Что есть цель общения, собственно говоря? Что? Что вас объединяет? Вы начали с ним общаться, а объединяет-то вас что? Непонятно. Непонятно, что вас объединяет. Непонятно, чего вы хотите. Что у вас общего, по поводу чего вы начали общаться. То, что мужчина молчит, да, это не очень хорошо, но, с другой стороны, с другой стороны, то, что мужчина молчит, это, опять же, адекватно его позиция. Это адекватно его позиции, потому что человек, условно говоря, может воспринимать женщин, может воспринимать девушек именно так. То есть, с вами не надо разговаривать, да, он молчаливый, вот, и, соответственно, его молчание, это абсолютная норма. Вот. Здесь. Но у вас должно быть, у вас должно что-то связывать, у вас должно быть что-то общее. Вот что-то общего у вас, я, ну, не увидел. И, как выстраивается ваше общение, на основании чего оно у вас выстраивается. Вот. Ну, мне кажется, это нужно выяснить. То есть, вас ведь должно что-то объединять, да? Понимаете, о чем я считаю? Дальше, со мной, так, при этом на вопрос своих братьев говорит, что у нас все хорошо, все серьезно. Ну, может быть, для него это период, мы потом считаем, что такое развитие отношений, это нормально, это адекватно. Ну, вот, в порядке вещей, так сказать, и для него это может быть действительно так и есть, для него это может быть действительно в порядке вещей. Вот. Другое дело, что для вас это не нормально, так ему нужно об этом заявить. Опять. Дальше, эм, так, как быть, я не знаю. Арина, как быть, чтобы что? Опять же, вот, что, тот же, наверное, неприятный вопрос я вам задам. Да. Все тот же, все тот же, все тот же неприятный вопрос. Как быть, чтобы что? Если вы хотите отношений, ну, это одно дело. Да. И если вы хотите разобраться в себе, например, для чего вам мужчины, мужчины, и какие у вас желанные, это другой вопрос, другое дело, другой аспект. То есть, тут вот нужно отталкиваться именно от этого. Нет каких-то других вариантов, нет каких-то других ориентиров. на самом деле. Понимаете? Вот. То есть, мне видится, мне видится ситуация, ну, вот, такой. И, как бы, ну, 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 нужно, вот, нужно вам, да, определиться с тем, чего же вы хотите для себя. Сами. И уже, исходя из этого, наверное, ну, как-то, как-то, вот, корректировать свою модель поведения. То есть, вот, как-то, 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 как-то так. Примерно. Вот. Ну, другое дело, если у вас есть, ну, какие-то другие предпочтения, допустим, допустим. Да, да, это уже другой вопрос. Ну, исходить здесь нужно именно из того, что нужно вам. И работать нужно, на самом деле, с этим, скорее. Вот. На мой, на мой, опять же, взгляд. Да. Вот. Даже как можно объяснить его поведение? Поведение можно можно объяснить культурой, восприятием девушек. Так он видит, так он видит девушек, так он видит вас. Вот. Так, ну, так он воспринимает, что... Какое место он занимает в вашей жизни, и какое место вы занимаете в его жизни. Вот. На мой взгляд, так. На мой взгляд, так. В целом, это, скорее, вопрос ответственности. На мой взгляд, определенно найдутся женщины, которые примут мужчину таким, как он есть. Вот. Но если вы чувствуете, что не можете предпринять, ну, что, значит, вам все-таки... Этот человек не подходит. Вот и все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Используйте. Используйтесь. Продолжение следует...